Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Оппозиционера осудило руководство страны за массовые репрессии. Протестующим работникам заводов грозят увольнениями, а студентам вузов – отчислением. За годы монолога власть разучилась слушать и вообще функционировать для комфортной жизни людей, выразил мнение Сергей Черечень. Белорусы во многом сами виноваты, что создалась такая ситуация в республике. Много лет они не принимали никакого участия в политической жизни страны и не пытались отстаивать свои права. Нынешняя обстановка является следствием пофигизма граждан, заявил оппозиционер. Соперник Лукашенко на выборах добавил, что исправить все можно, но для этого граждане должны объединяться. Сотни тысяч людей каждое воскресенье принимают участие в маршах. Миллионы же боятся выходить на улицы, хотя и разделяют позицию демонстрантов, сообщает Еврорадио. Что известно, Лукашенко своими действиями помогает Западу разгонять революционное настроение в Беларуси, такую точку зрения высказал политический обозреватель Ростислав Ищенко. Во всем мире активно следят за происходящим в Беларуси. Многие эксперты сходятся во мнении, что люди, не прекращающие выходить на акции протеста рано или поздно, выведут из себя Лукашенко, после чего батька допустит роковую для себя ошибку и потеряет власть. Обозреватель Ищенко убежден, что Лукашенко уже сейчас делает все для того, чтобы в Беларуси началась полномасштабная революция. Политолог выразил мнение, что главной заинтересованной стороной в дестабилизации обстановки в Беларуси является Запад. Ищенко отметил, что последний диктатор Европы помогает своим оппонентам достигнуть их целей. Кроме того, по мнению эксперта, во время протестов решается вопрос не о том, останется ли Лукашенко у власти. Ищенко считает, что стороны конфликта пытаются понять, какая система сменит режим батьки. Напомним, что протестные акции в Беларуси проходят с 9 августа. После оглашения результатов президентских выборов, люди стали выходить на улицу, чтобы выразить свое несогласие с очередным переизбранием Лукашенко. Власти выбирали тактику силового подавления протеста. За прошедшие месяцы вскрылись факты о жутких избиениях, пытках и даже изнасилованиях силовиками белорусских граждан. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях.